С 10 утра до 10 вечера телекомпания «Новая Одесса» освещала торжества, которые проходили 2 сентября. За эти 12 часов наши корреспонденты успели пообщаться с десятками людей и рассказать в прямом эфире о событиях в городе, начиная от утренних официальных мероприятий с участием чиновников и заканчивая концертами, ярмарками и фестивалями, которые проходили во всех районах города. Вот так. И вот так. Это смертельный микрофон называется. Именно наши корреспонденты показали одесситам родной город с высоты колеса обозрения и ближе всех подобрались к дирижаблю Одесского городского головы. Высота сейчас будет 45 метров. Вот снова вы видите прекрасную ракету, ракету Алексеевича с синими такими лопастями и с гербом города. В нашем эфире побывали известные художники, артисты и другие звездные гости. И даже необычные персонажи, которые в день рождения города разгуливали по улицам Одессы. Мы встретили чудесную корову. Привет! Мы не знаем, мальчик это или девочка. Ты мальчик или девочка? Мальчик. По-моему, девочка. За все время эфира зафиксировано 90 прямых включений наших журналистов со всех уголков Одессы. Сейчас мы находимся в трамвайчике. Но в трамвайчике, как вы слышите, необычном. В этом трамвае нет кондуктора и пассажиров. Зато есть музыканты Оркестра Духовой Музыки. При скорби вам сообщаю, что меня взяли в плен пираты. Попугай, говорящий у нас? Да. Рика, скажи. Рика! Как девочку зовут? Рика! 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 Принтенденты не остались в стороне от главного праздничного события – гала-концерта, в котором приняли участие звёзды украинской, российской и мировой эстрады. Эксклюзивное интервью с ведущей вечерой актрисой Нонной Гришаевой, победительницей шоу «Голос краины» Анны Ходоровской и певицей Анастасией Букиной. И, разумеется, совместное выступление наших журналистов с французской исполнительницей Ингрид. Я им завидую! Это прекрасно! Ребята, это Ингрид, которая ведёт себя так, будто мы знакомы сто лет, которая флиртует, которая просто взрывает энергетикой гигантское количество людей на потёмкинской лестнице и не убегает, как Андрей Хлывнюк. Наш телемарафон оказался не только самым длинным, но и самым интересным. Ведь за время нашего прямого эфира в редакцию поступило более 140 звонков от горожан и гостей города. С поздравлениями любимому городу, которому исполнилось 219 лет.